Почему я к интервью отношусь с опаской и с настороженностью? Считаю, что есть люди, на которых оно может повлиять не в лучшую сторону. Объясню. Где-то это тоже... В каком-то интервью я говорил об этом, но тем не менее повторюсь. Для артиста это неправильное предприятие. Поскольку после того, как выходит в эфир или на бумаге его, так сказать, его эти слова, сказанные, он, перечитывая их, начинает свято верить в то, что именно так оно и есть. И именно так живут люди и смотрят на него. А, собственно говоря, те люди, которые читают и начинают боготворить этого человека, засыпая его комплиментами подчас не очень обоснованными и явными. Но, в общем, собственно говоря, вот, да, почитатели таланта, вот этот фан-клуб, он и делает из человека такого идольского, идолообразного такого высокомерного идиота. Вот поэтому я считаю, поэтому я, там, в свое время мне часто звонили, там, просили туда прийти, сюда, к одной газете, к другому журналу, что-то я... Я говорил такую фразу и говорил, что ничего такого жизненно важного я в жизни пока не успел совершить, поэтому говорить нам с вами будет нечем. Вот, а говорить просто, чтобы говорить, я не готов. Ну, нет, есть примеры, какие-то были люди, которые встречались, забирали фотографии и просто пропадали, и потом какое-то выходило страшное интервью с какими-то вещами, которые я никогда в жизни не говорил. В общем, были и такие опыты, и... Ну, и вообще, мне кажется, что... Ну, просто... А зачем? Ну, грубо говоря, чтобы сделать из себя более... Медийного персонажа и такого, чтобы... Не знаю, чтобы тебе больше узнало людей, и в следующий раз, когда на экранах промехнет, сказали, а, это вот, по-моему, его зовут так-то. Не знаю, мне хватает работы, я надеюсь, в кино, чтобы... Чтобы появляться на экранах, а не на страницах в журнале. Мне кажется, артист должен работами в кино своими. Быть известным, а не публикациями в каких-то желтых газисенках.